Сильная Польша – это держава от Балтийского до Черного моря, главный союзник для белорусов, украинцев и литовцев, соперник Германии и враг России. Так коротко можно описать все геополитические концепции и стратегии этой страны. И на это есть свои причины. В этом видео вы узнаете главное, что нужно понимать о геополитике Польши. С самого зарождения государственности и на протяжении столетий главные угрозы для Польши исходили с западного или восточного направлений. Все из-за ее географического расположения в европейской равнине. Лишь Карпатские горы на юге служили для поляков щитом от возможного вторжения. Практически непрерывная экспансия германских рыцарей на восток и возникновение к северу от Польши Тевтонского ордена определили главную угрозу безопасности для поляков. В этом противостоянии поляки сближались с восточными соседями – Русинами и Литвой. Кревская уния, заключенная между Королевством Польским и Княжеством Литовским, объединяла оба государства под властью единой правящей династии Егелонов. Во многом способствовала прекращению разногласий польских правителей с русскими князями Литвы и привела к совместной победе над германцами, остановив их продвижение на восток. Со стороны короля Ягайла это была прекрасно сыгранная политическая партия, а поляки почти на 180 лет получили время относительной стабильности, защиту с востока и ликвидировали опасность на севере. Во второй половине XVI века Польша и Литва заключили новый союз. По условиям Люблинской унии они объединялись в конфедерацию – Речь Посполитую, перед лицом новой угрозы, исходившей с востока – Московским царством. Речь Посполитая буквально переводится как «республика» или «общее дело». Тогда союз позволил Литве победить Москву и сконцентрировать свои силы на восточном направлении, а Польше на западном. На пике своего могущества Речь Посполитая занимала площадь около миллиона квадратных километров. Полностью или частично она включала территории современной Польши, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдовы, Латвии, Эстонии и России. В таком объединении славянам удавалось столетиями противостоять натиску крупных империй – российской, османской и германской. Ограниченность королевской власти и сильная роль магнатов и дворянства привели к неэффективному использованию потенциалов такого государства. До 10% населения Речи Посполитой являлись знатью – шляхтой. Это достаточно большой процент. Некоторые представители шляхты ставили личные интересы выше интересов Отечества, участвуя в заговорах, подкупах и открытом предательстве. Негативную роль в конфедерации сыграло и усиление влияния Польши и католичества в восточных территориях бывшей Руси. Культурная идентичность Литвинов постепенно стиралась, а союз обоих народов вовсе не учитывал интересы украинцев, что впоследствии привело к восстаниям казаков против польской короны. Все эти факторы и разрушительные войны в итоге привели Польшу к ослаблению и краху. Германские государства и Россия разделили ее территорию между собой. На 123 года Польша исчезла с политической карты мира. Первые геополитические концепции, объясняющие важность расположения Польши как моста между Западом и Востоком, были сформированы в среде польской эмиграции в первой половине XIX века. Знаковой фигурой здесь является князь Адам Ежичар-Тарысский. Он был министром иностранных дел Российской империи, но во время ноябрьского восстания поляков против владычества России в 1830 году возглавил польское национальное правительство. После провала восстания князь эмигрировал во Францию, где стал фактическим главой польской эмиграции. Чарторийский активно продвигал идею восстановления польской государственности. Возрожденная Речь Посполитая по его замыслу должна была сформировать союз с другими славянскими государствами и стать силой, сдерживающей натиск германских государств и России. При этом территории княжества Литовского и Украины не рассматривались как возможные равноправные участники новой конфедерации, а лишь как составные части Польши. Идея Адама Чарторийского по своей сути являлась политическим проектом, но первооткрывателем польской геополитической мысли все же стал Оскар Жебровский. Инженер дорожного строительства, участник ноябрьского восстания, как и Чарторийский жил в эмиграции. Он написал общий очерк причин возникновения и падения польского государства, опубликованный в Париже в 1847 году. Именно Жебровский разработал геостратегию Польши от моря до моря. В своем труде Оскар считал Польшу важным буфером между Востоком и Западом. Он полагал, что для наилучшей защиты Польши необходимо контролировать территорию от Балтийского до Черного моря. Такое расположение в представлении Оскара соответствует этнокультурным границам Польши и позволит лучше ее защищать. Ведь со всех сторон Польша будет иметь естественные природные барьеры. Балтийское море на севере, река Одра на западе, Карпаты и Черное море на юге, Западная Двина и Днепр на востоке. Измененная концепция Жебровского будет принята и пересмотрена польскими политическими деятелями в будущем. А вот идея Чарторийского не нашла поддержки у мировых держав. Следующие восстания поляков за независимость не привели к успеху. И польская нация десятилетиями оставалась разделенной между империями. Только после Первой мировой войны Польша вновь обрела независимость. Юзеф Клеменс Пилсудский, возглавивший государство, предложил новый геополитический проект «Междуморья» или «Интермариум». По его замыслу, чтобы эффективно противостоять Германии и России, Польше необходимо создать федерацию с Литвой и Украиной, что по своей сути являлось возрождением Речи Посполитой. Вот только федерация Пилсудского подразумевала политический плюрализм и национальные интересы других участников. Пилсудский считал достижимой идею включения восточных территорий в федерацию на основе общей истории и общей политической цели – противодействовать экспансии России. Молодые национальные государства – Литва, Беларусь и Украина, по мнению политика, не имели никаких шансов сохраниться без геополитического объединения. Впоследствии такая федерация должна была стать основой для создания блока государств в Восточной Европе, в котором предполагалось участие Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении, стран Балтии и даже Финляндии. Эта идея понравилась лишь Франции, остальные страны имели множество взаимных противоречий и не желали видеть Польшу центром такого союза. Не было доверия и со стороны национальных элит Украины, Белоруссии и Литвы. Там опасались, что в объединенном государстве не поляки окажутся в положении граждан второго сорта. Как ни удивительно, но и в самой Польше сторонники идеи Пилсудского были в меньшинстве. Большинство же польских политиков и главный противник Пилсудского, националист Роман Дмовский, выступали за моноэтническую Великую Польшу и не собирались наделять восточные этносы хоть какой-то самостоятельностью. В это же время Польше удалось отразить удар с Востока. Победа в Советско-Польской войне была закреплена в Рижском договоре в марте 1921 года. По его условиям Польши отходили земли Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Пилсудского это был одновременно и военный триумф, и дипломатический провал. Идеи польских националистов победили. Польша вернула себе всходник Рессы, но теперь не оставалось надежды на поддержку идеи объединения со стороны разделенных наций украинцев и белорусов. В недалеком будущем это приведет к межэтническим конфликтам. Геополитическую концепцию польских националистов того времени еще иногда называют Егелонской идеей. Своё название идея получила от польской королевской династии Егелонов. Она подразумевает создание федерального государства с культурной экспансией, направленной на восток. Литва, Белоруссия и Украина рассматриваются как польские территории по праву ухождения этих земель в Первую Речь Посполитую. Россия в этой концепции рассматривается как главная угроза Польши. Противоположной Егелонской была пиастовская идея. По названию династии польских королей пиастов, правивших до Егелонов. Эта идея подразумевала сохранение моноэтнического польского государства, без включения других народностей, отказ от спорных восточных территорий и концентрация активной политики на западном направлении в противодействии Германии. Ни один из проектов в итоге не был воплощен в жизнь, а Вторая Речь Посполитая просуществовала всего 21 год и была снова разделена между Советской Россией и Гитлеровской Германией. Современные границы Польши были установлены по результатам Второй мировой войны между странами-победителями. В последующие несколько десятилетий Польша фактически находилась под влиянием Кремля. В 50-х годах публицист и деятель антикоммунистической эмиграции Юлиюш Мирошевский выдвинул новую геополитическую идею о необходимости примирения и союза Польши с Украиной, Литвой и Белоруссией. Доктрина УЛБ должна помочь Польше и странам к востоку от польской границы освободиться от советского господства. Мирошевский считал, что для этого полякам необходимо признать необратимость территориальных преобразований после Второй мировой войны, отказаться от имперских целей и претензий на Вильнюс, Львов и Гродно. Доктрина Мирошевского предлагала выстраивать добрососедские и равноправные партнерские отношения с восточными соседями. Писатель пророчески полагал, что российская угроза останется актуальной для Польши, даже если Советский Союз прекратит свое существование. Сторонник этой концепции, известный польский публицист Ежи Гедройц считал, что без свободной Литвы, Белоруссии и Украины не может быть свободной Польши. А полякам стоит не мечтать о возрождении былой Речи Посполитой, а обратить большее внимание на западные и северные области, которые перешли Польшу от Германии. Очевидно, что доктрина ОЛБ опережала свое время. На сегодняшний день она более актуальна и понятна, чем в 50-х годах прошлого века. После обретения полной независимости и развала СССР, Польша не рассматривала доктрину ОЛБ как стратегию внешней политики. Ведь интересы Варшавы были обращены на Запад. Польша помнит, как два раза в своей истории была уничтожена в результате коварного соглашения между Германией и Россией. Главный урок геополитики для нее усвоен. Именно поэтому Варшава все чаще старается действовать независимо от Берлина. Это осложняется тем, что польская экономика во многом работает на немецкое производство. В свое время это позволило достигнуть определенного экономического прогресса. Членства в ЕС и НАТО, разумеется, более не подразумевают вражды Польше и Германии, как это было ранее в истории. Это позволяет Польше заниматься восточным направлением. Но Варшава все это время была погружена в западноевропейскую политику. Усиление экономического сотрудничества России и Германии, создание северного потока и начала войны в Украине заставляет современную Польшу обратить большее внимание на национальную стратегию безопасности. Российский экспансионизм остается главной угрозой для Польши в 21 веке. Вероятность конфликта с Россией высока. Поэтому Польша всячески способствует усилению присутствия войск США в регионе и заявила о намерении увеличить численность собственных вооруженных сил вдвое, до 300 тысяч военнослужащих. Но если ранее Польшу и Россию отделяли территории Украины и Беларуси, то сейчас Польша непосредственно граничит с Россией. Калининградская область представляет в настоящий момент главную геостратегическую помеху для Польши, стран Балтии и в целом блока НАТО. В этом регионе развернуты ракетные системы с большой дальностью поражения. В современной доктрине Польши Беларусь не является враждебной страной. Но из-за влияния России она тоже представляет угрозу. Ведь её территория может быть использована как плацдарм для агрессии, что угрожает польской столице и Сувалковскому коридору, без которого страны Балтии теряют сухопутные соединения с союзниками. У Польши и США здесь совпадают интересы препятствовать сближению России и Германии. Гарантии от Вашингтона позволяют Варшаве действовать более решительно, ведь в Евросоюзе у Польши была роль нежестоящего партнёра. Но война внесла свои коррективы. Польша решительно и активно помогает Украине и действует совместно с государствами Балтии. Кажется, что доктрина ОЛБ начинает работать и ни для кого не остаётся сомнений в её необходимости. Несмотря на некоторые политические противоречия, Польша и Украина имеют общую историю и активно интегрируются. Война лишь ускорила эти процессы. Победа Украины в войне и, возможно, крах режима Лукашенко в Беларуси могут открыть окно возможностей для геостратегического соглашения Междуморья. Так страны-участницы блока могут спастись от попыток реванша со стороны России в будущем. Польша давно претендует на более значимую роль в ЕС и реализация идей сотрудничества государств Междуморья может этому поспособствовать. Продолжение следует...